Молитва перед судебным заседанием стала неким обрядом для родственников подсудимого. Сейчас у них остается надежда лишь на высшие силы. Племянника этой женщины обвиняют сразу по трем статьям – убийство, побои и кража. Преступление произошло в октябре 2017 года. Подсудимого позвали выпить в квартиру, где находились четверо мужчин. Когда вечер был в разгаре, товарищи изрядно приняли спиртного. Началась словесная перепалка, а затем драка. По версии следствия, мужчина жестоко избил своего знакомого. Тот на следующий день скончался в реанимации, не приходя в сознание. Остальные получили телесные повреждения. Себя виноватым подсудимый не считает. Говорит, убийство произошло случайно. Это была самооборона. Все, один возился с табуреткой, а у него выходил друг от табуретка. Отбился ею. От него второй начал попадать, от него отбиваться начал. Потом кулаками начал драться. Несмотря на все просьбы обвиняемого смягчить наказание и на то, что на иждивении у него находятся двое несовершеннолетних детей, суд признал его виновным. На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров, но к назначенному наказанию, частично присоединить неотбутые наказания по приговору от 2 мая 2017 года и окончательному салиму назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и один день с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сторона защиты вынесенным приговором осталась недовольна, поэтому намерена обжаловать его в Верховном суде. Регина Сулейманова, Рафаэль Рекипов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова